Всем привет! И сегодня я вспомнил 1994 год, когда речь президента Эстонии Леннарда Мэри вынудил Путина в гневе уйти из зала. То есть речь президента Эстонии так сильно что-то не понравился этому маленькому и да он демонстративно встал и вышел из зала. И да и сейчас вот здесь еще есть маленький разговор, что 25 февраля 1994 году позвали в Гамбург Владимира Путина в качестве заместителя мэра Санкт-Петербурга. Город Папоротим в Гамбурге. Да и в Гамбурге праздник Маттиаса в ратуше, который уже первые разы были уже в 1356 году. То есть очень старинные, старые обычаи. И там был президент Эстонии Леннард Мэри, который в то время был почетным гостем, выступил в средстве перед 400 гостей, который прямо ощутил, как Россия когда-то угрожал странам Пальти, а также напоминал, как были оккупированы Эстония, Латвия, Литва в 1940 году. А затем еще в 1944 году. Леннард Мэри предупреждал Запад о возможной неоимпериалистической политике России и потребовал, чтобы демократический Запад обоспечил стабильность и безопасность средних и малых стран к востоку от границ Германии. Выступление Леннарда Мэри было настолько противным для Путина. И да, он встал из-за стола и ушел. Захлопнули еще двери. А Мить России одобрил этот демонстративный уход Путина еще. А что интересно еще то, что через 10 лет спустя Путин получил новый удар именно вот там, в Гамбурге. В Германии в то время у власти находился ее друг Путина, Герхард Шрёдер. И по инициативе Шрёдера, Камбургский университет намерился сделать Путина почетным доктором. Визит Путина в Камбург был запланирован на сентябрь 2004 года. И однако 60 профессоров заявили, что инициатор Второй Цитинской войны не заслуживает звания почетного доктора. И Путин его не получил. Естественно, теперь выступление Ленарта Мэра в 1994 году с помощью Google Translate. Выступление президента Эстонской Республики на торжественном приеме в ратуше Гамбурга 25 февраля 1994 года. Ваше превосходительство, леди и джентльмены! Если бы я увидел перед собой стройные церковные башни Гамбурга, я бы подумал, что я дома, в старом гонзейском городе Таллине, на берегу Финского залива. Но я здесь и выполняю почтительное задание. Которое считаю особенно важным сегодня, я прибыл, чтобы передать вам послание из Эстонии, страны, которая совсем недалеко от Гамбурга. Дух Гонзейского Союза, с которым, помимо Таллина, связаны несколько эстонских городов, всегда был открыт миру. Это был предприимчивый, но в то же время гордый дух, когда на кону стояла свобода или борьба за свободу. По сей день на стене Таллинской ратуши висит письмо, которое отражает это в правильных словах гонзейского духа. Бойся Бога, говори правду, поступай справедливо и никого не бойся. Сегодня я хотел бы последовать этому многовековому совету и сказать вам правду, поскольку он применяется к моему народу и ко мне прямо сейчас. Свобода каждого человека, свобода экономики и торговли, а также свобода духа, культуры и науки неразрывно связаны. Они являются основой жизнеспособной демократии. Ни разу за десятилетия тоталитарного гнета эстонцы не теряли веру в эту свободу. Идея свободы сохранялась и развивалась в наших душах на протяжении веков благодаря связям, которые связывали нас с остальной Европой и которые мы укрепляли вместе. Не будучи слишком скромным, я бы сказал, вряд ли найдется другой народ в северо-восточной части Центральной Европы, который был бы более тесно связан с Европой, чем эстонцы. Даже сегодня он выделяется в образе жизни и обычаях каждого эстонца. И именно потому, что мы находимся в геостратегически опасном месте, мы больше, чем, возможно, в других европейских странах. Обладаем обостренным обонянием в отношении проблем и опасностей, которые угрожают нам из-за соседства. Это чувство опасности исчезает в нашем современном мире. Для иллюстрации, малыши узнают человека. А человек их не узнает. Но человек может их бояться. В конце концов, уже забытые остальным миром, маленькие прибалтийские государства на самом деле были теми, кто покачивал вверх тормашками великий и могучий советский рейх. И это мирно, не стреляя, не проливая ни капли крови. Мы действовали в соответствии с нашим здравым смыслом и часто вопреки вашим советам, которые были эгоистичными или конформистскими. В духе требовательного приговора, процитированного Таллинской ратушей, я хотел бы прямо сказать вам, что у меня и у людей есть повод для беспокойства. Запад не может понять, что сейчас бушует в России. Субъективно понятно, что после распада Советского Союза у Запада было определенное опьянение. Также субъективно понятно, что надежды и симпатии Запада были сосредоточены в первую очередь на подлинных или предполагаемых реформаторских силах России. В результате Западная Европа находится под угрозой конфискации. Все мы, в том числе эстонцы и другие народы Центральной и Восточной Европы, а также Западной Европы, хотели бы приветствовать экономически и социально стабильную Россию. Но если мы посмотрим на события последних лет и месяцев, мы действительно должны усомниться в том, приближается ли эта цель к нам или отдаляется. Так что же беспокоит не только эстонцев, но и эстонцев, когда мы смотрим на события в сегодняшней Европе. Удивительно, что Запад привез в Сараево российских солдат и танки. В конце концов, со времен Бисмарка и Берлинского конгресса краеугольным камнем западной политики была попытка удержать русских как можно дальше от Балкан во имя мира. После Второй мировой войны Соединенные Штаты и Запад вложили более 80 миллиардов долларов, чтобы не забывать о титаизме и удерживать русских подальше от Адриатики. А теперь зададимся вопросом. Может ли страна, которая сама борется с серьезнейшими этническими и этическими проблемами, быть допущена на территорию других стран в роли Судии и Ангела Мира? Колебания усугубляются. Если прочитать недавние заявления МИД России, в нем утверждается, что Россия не может решить проблему русских этнических групп в соседних странах только дипломатическими средствами. Речь идет об этнических группах, которые пришли в свои нынешние места обитания в основном в качестве соучастников или после оккупационной армии и обосновались там после массовой депортации местного коренного населения в Сибири. Из сообщения из Москвы можно сделать только один вывод – в случае необходимости Россия может принять другие меры, что в новейшей истории эстонцы вместе с другими небольшими народами испытали на собственном горьком опыте. Поэтому нас беспокоит то, что в последнее время в российской внешней политике и российском политическом мышлении вновь появилась иррациональность. В свое время Солженицын призвал россиян уйти из империи и сосредоточиться на собственных проблемах. Он использовал термин «сдержанность» и посоветовал россиянам найти решение экономических, социальных, а также духовных проблем России. Игнорируя постулат своего великого соотечественника, ведущие российские политики внезапно снова заговорили об особой роли России. Ее ответственности как миротворца на всей территории бывшего Советского Союза. Один из ближайших советников президента Ельцина, Д.Р. Караганов недавно выразил эту идею, казалось бы, скромной, но по сути прямолинейной форме, поставив России на первое место среди равных во всей Советской империи примус интерпарс. Это напоминает мне высказывание Джорджа Ройлла, который перед лицом советского коммунизма сказал «все равны, но некоторые более равны, чем другие». Почему новая посткоммунистическая Россия, которая утверждает, что положила конец ужасным традициям СССР, отказывается признать, что она завоевала и аннексировала эстонцев, латышей и литовцев в 1940 году и снова в 1944 году вопреки воле и праву. Самоопределение этих народов – то, что он безжалостно русифицировал и советизировал своих маленьких соседей на протяжении пяти десятилетий, поставил их почти на грань гибели народов. А недавно, сегодня, после допроса прибалтийских государств, заместитель министра иностранных дел России Крылов официально заявил, что Эстония, Латвия и Литва добровольно присоединились к Советскому Союзу в 1940 году. До сих пор не факт, что десятки тысяч эстонцев, включая меня и моих родителей, добровольно просят о депортации в Сибирь. Дамы и господа, как вы все это правдиво и в духе объясните. С одной стороны, он источает более или менее иррационализм, что делает политику России, к сожалению, непредсказуемой. На демократическом Западе есть еще одна досадная тенденция, которую для удобства преподносят как настоящую политику. Это тенденция к известной позе, называемой умиротворением. Эта позиция поддерживает империалистические силы в России, несмотря на вашу добрую волю к противоположному. Имперские силы верят, что они могут решить сложные проблемы своей страны и народа, расширяя и угрожая своим соседям. Тот, кто действительно хочет сегодня помочь российскому государству и русскому народу, должен последовательно убеждать российское руководство в том, что время империалистической экспансии прошло. Те, кто этого не осознает, поддерживают противников демократии в России и других посткоммунистических странах. Как уже было сказано, дамы и господа, Эстония очень близка к Германии и Гамбургу. Политика Запада и, в частности, Германии находится на роковом перепутье. Примем ли мы великий империализм, набирающий силу на Востоке? Будет ли он финансироваться или даже пожинает плоды в течение некоторого времени? Это, уважаемые слушатели, будет политикой, которая не выходит за рамки личной суповой тарелки. Или мы и дальше будем стремиться отстаивать ценности демократии, свободы, ответственности и мира на определенной территории, простирающейся от Балтийского моря до Тихого океана. Если мы хотим последнего, демократический Запад должен начать обеспечивать стабильность средних и малых стран к востоку от границы с Германией. Я имею в виду Центральную Европу, которая для меня начинается от эстонского пограничного города Нарва на берегу Балтийского моря и простирается до Адриатического и Черного морей, включая Украину. Если нам удастся замкнуть этот пояс стран с демократическим миром, они будут излучать благоприятное поле влияния для России. Мы могли бы быть, мы должны быть тесно интегрированы с Западом. Имея четкую, а не расплывчатую позицию, мы можем действовать как мост между Востоком и Западом и помогать демократическим силам в России. Мы можем опосредовать демократию, рыночную экономику, опыт владения и, наконец, что не менее важно, верховенство закона с Запада на Восток. Однако, если зона центральноевропейских стран, включая Эстонию, останется в ведении судьбы и будет защищена возможной империалистической волей Москвы, цена этой политики возрастет настолько безумно, что Европа больше не будет за нее платить. Дамы и господа, я рассказал вам о наших самых серьезных опасениях. Прибалтика действительно стала испытанием для Европы. Однако, если воля к устранению причин беспокойства сохранится, у нас будет мирный пейзаж для обнадеживающего будущего. В пользу этого есть убедительные аргументы. Мы видим общие интересы Эстонии, северо-запада России и всего региона Западного и Северного морей. Мы видим газопровод, по которому норвежская энергия будет доставляться через свободные балтийские государства прямо в сердце Европы, в Гамбург. Мы видим современное шоссе, Виа-Балтикат, тянется. Из Санкт-Петербурга через Эстонию, Латвию и Литву в Берлин. Мы видим зоны свободной торговли и новые направления деятельности, новые инициативы. По-прежнему Таллин станет дружественным посредником между Гамбургом и гонзейскими городами, с одной стороны, и Новгородом и российскими территориями, с другой. Такое гонзейское сотрудничество является естественной перспективой развития для нашего родного Балтийского моря и соседних с ним стран Северного моря. Дамы и господа. Эстонская республика – одна из самых стабильных стран в регионе как внутри страны, так и в экономическом и социальном плане. Эстонская республика заверяет вас в своей готовности к действиям. Солидарности и дружбе. Мы постараемся разобраться в вашей ситуации. Я хочу, чтобы вы попытались понять нашу ситуацию. Эстония была и останется верной себе. Эстония есть и останется демократическим и независимым государством. И это отвечает интересам Европы, а следовательно и Германии, а следовательно и гонзейского города Гамбурга. Вот такой был речь президента Эстонии Ленарда Мэри, что так сильно не понравился Путину, который встал и вышел, захлопнул двери. Это был 1994 год, а уже в 1995 году еще раз вспоминал всему миру Чухар Дудаев, что и кто такое Россия. А это покажу уже в следующем видео. Всем пока!